Здравствуйте! Я Дарья Человекова. Я Ильхам Нигматуллин. Добрый вечер. В эфире телекомпании Обнинск ТВ. Новости. Сегодня выпуски. Как лечить вирус иммунодефицита человека? На своем рабочем совещании эту проблему обсудили обнинские медики. Заплати одним махом. В платежке по оплате за капитальный ремонт домов опять внесут изменения. В стерилизации, да, убийствам нет. Автопробег в защиту бездомных животных прошел в 60 городах России. Одна из точек маршрута – Обнинск. И теперь подробнее об этом. 8 июня губернатор области Анатолий Артамонов провел рабочее совещание с членами регионального правительства и руководителями структурных подразделений. Одной из тем обсуждений стало прошедшее недавно лицензирование управляющей компанией. Главной задачей лицензирования, подчеркнул Анатолий Артамонов, является не погоня за количественными показателями, а создание добросовестной конкурентной среды на региональном рынке управления жилищным фондом и повышением уровня обслуживания населения. Напомним, что в Обнинске лицензирование прошли все управляющие компании, которые хотели продолжить работу в этой сфере. Однако четыре обнинские управляющие компании этот рынок покинули добровольно. ОСК обанкротилось. А жители домов, находившихся в управлении компанией «Стройлидерсервис», «Вертикаль» и «Хауссервис» проголосовали за переход к другим компаниям. В ближайшее время россияне смогут забыть о том, как неудобно платить за коммуналку сразу по нескольким квитанциям. Минстру утвердил новую форму единой платежки, куда включил плату за капитальный ремонт. Однако разработанный документ носит лишь рекомендательный характер. Применять единую форму или нет, решат управляющие компании. Обновленная платежка стала более информативной. Как и раньше, она состоит из нескольких разделов. Сведения о плательщике, реквизиты получателя платежа, расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за коммунальные услуги. Появилась там и дополнительная справочная информация о максимальных индексах изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленные для каждого региона. Обновленную платежку опустят в почтовые ящики многих россиян уже в июле. А в августе она придет с новыми суммами к оплате, так как в России вырастет стоимость коммуналки в среднем на 8,3%. Министерство здравоохранения Калужской области решило провести мониторинг качества работы врачей на участках. Калужских медиков на такой поступок вдохновил опыт работы кубинских коллег. На одного врача на Кубе приходится в среднем 170 пациентов. Два раза в год врач обязательно обследует здоровых людей, три раза в год хронических больных. Такая работа позволила существенно увеличить продолжительность жизни жителей острова. В Калужском регионе качество работы участковых проверят по простой схеме, сравнив количество вызовов, скорой помощи и количество смертей, которые приходятся на пациентов конкретного врача. А в Обнинске в эти дни медики обсуждали другую насущную проблему – диагностика и лечение ВИЧ-инфицированных. Борьба со СПИДом, с ВИЧ-инфекцией является, вы видите, самое главное – обеспечением национальной безопасности и, что немаловажно, геополитической целостной страны. Это совещание проводится для того, чтобы повысить теоретический и практический уровень специалистов соответствующего теме профиля в клинической больнице номер 8. В Обнинске на 1 июня этого года насчитывается 562 случая заражения вирусом иммунодефицита. Причем на учете у медиков состоят только 440 человек. Если во Второй мировой войне было потеряно 50 миллионов человек в общей сложности, то за последние годы ВИЧ-спит унес уже 30 миллионов умершими, и еще 25 миллионов живут с ВИЧ-инфекцией. И это действительно серьезная социально-глобальная проблема. Для того, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию по заболеваемости этим страшным вирусом, а также гепатитом в Обнинск приехали специалисты из нескольких городов. Это Десногорск, Протвино и Москва. Хотелось бы, чтобы вы услышали сегодня самые передовые технологии, которые используются в медицине при лечении гепатитов и ВИЧ-инфекции, чтобы ваш уровень знаний повысился, чтобы вы смогли задать конкретные практические вопросы лекторам. Кроме теоретической части, в работе совещания предусмотрено проведение круглого стола, для того, чтобы участники форума смогли обменяться мнениями и опытом. Анна Шапошникова, Николай Подлепалин, Обнинск ТВ. В Обнинске вновь сменился начальник УФМС. Полковник в отставке Лариса Титова теперь возглавила отдел. Лариса Титова уже работала 13 лет в Обнинском отделе Федеральной миграционной службы, так что новую эту работу для нее назвать нельзя. Семья Ларисы Титовой также живет в Обнинске. Среди первостепенных задач в работе отдела новый руководитель называет решение наболевших вопросов, повышенное внимание к проблемам миграции. Среди хроники происшествий вчерашнего дня проблем с миграционным законодательством выявлено не было. Большой процент, как всегда, составили дорожные аварии, которые часто происходят из-за невнимательности. В 8.35 произошло ДТП на трассе М3 Украина недалеко от Невхи имени Карпова. Водитель «Шевроле», двигавшийся в сторону Москвы, притормозил перед пешеходным переходом, и здесь его догнал «Фольксваген». А уже через полчаса авария на Киевской трассе произошла рядом с одной из автозаправок. Автомобиль БМВ с номерами Евросоюза по непонятным причинам оказался рядом с информационным счетом заправки. Следов удара на машине нет. Водитель покинул место происшествия вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Следующее ДТП этого дня произошло уже в Обнинске. В 10.20 на кольцевом движении проспекта Маркса водитель Киев притормозил, чтобы пропустить автомобили, двигавшиеся по главной дороге. В этот момент в него врезался ФИАТ. Столкновение произошло, вероятно, из-за того, что водитель микроавтобуса не успел среагировать на неожиданный маневр легковушки. В 3 часа дня сотрудники одного из банка на проспекте Маркса сообщили в полицию о том, что один из вкладчиков пытался внести на депозит некую сумму. Сразу 5 фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей обнаружили бдительные сотрудники банка. Все банкноты были плохого качества. Следствие по данному делу будут проводить сотрудники ОБЭП. В 17.20 в полицию поступило сообщение от пожилого мужчины. Его ограбили на одной из тропинок, ведущих в клиническую больницу номер 8. По словам мужчины, произошло следующее. Неизвестный подошел сзади и зафиксировал руки жертвы за спиной. И начал шарить по карманам. Вот так заломал руки, засунул свои, вытащил мобильник, деньги и убежал. Нажива горе вора была невелика. 300 рублей и мобильный телефон, который пострадавший нес своей матери в больницу. Вечером в 20.15 на проспекте Маркса, недалеко от городского клуба ветеранов, неизвестными лицами была совершена кража из автомобиля марки «Форд Фокус». Хозяева отлучились из машины буквально на 20 минут. И этого времени хватило злоумышленникам, чтобы не только вскрыть замок. Оперативно-следственная группа, прибывшая на место ЧП, зафиксировала кражу. В 18.10 ДТП произошло на пересечении улиц Курчатова и Королева. Автомобиль Рено решил добавить газу и обогнать тех, кто ехал впереди. Однако он не учел, что в это время налево решат завернуть автомобилист, управлявший автомобилем Киа. А около 9 вечера нелепое ДТП произошло на проспекте Ленина. Автоледи, управлявшая ВАЗом 14-й модели, выезжала с парковки задним ходом и не заметила припаркованные сзади ВАЗ-2112. Боковой зеркал и переднюю дверь ВАЗа 12-й модели теперь придется восстанавливать. Детский отдых детей хорошо организован в Обнинске. Практически во всех обнинских школах в первый месяц лета работают пришкольные лагеря. 9 июня ежегодно отмечается неофициальный праздник – Международный день друзей. Свой праздник организовали и воспитанники оздоровительного лагеря, работающего на базе школы номер 12. Пришла идея так, чтобы раз друзья, то друзья и во дворе, и в школе, и за партой, и на даче. Поэтому объединить детей вот таким спортивным праздником. На этот праздник педагоги школы номер 12 приглашали и своих коллег из других школ города. Прежде всего, чтобы познакомились дети. Однако плотный график лагерной смены не позволил ребятам из других школ прийти на этот праздник. Откликнулся лишь коллектив 10-й обнинской школы. Потому что они на нашей базе, в общем-то, лагерь свой открыли, у них идет ремонт. Поэтому они с удовольствием откликнулись, и художественную часть тоже предоставили, и ребята старались. О том, что детям в школе летом скучать не приходится, педагоги знают не понаслышке. Ведь на подготовку этой программы у них было лишь два дня, и то в перерывах между основными делами. У нас работает бассейн, у нас есть спортивные, ну вы уже заметили, вот такие соревнования. Есть у нас из-за студии, есть у нас мастер-классы. И, в принципе, как в школе у нас расписано, каждый отряд идет в течение дня на несколько занятий. Это и оригами, это и художественное плетение, это и работа с книгой обязательно. Бытует мнение, что работать руками современные школьники не любят, поэтому единственным хобби у детей сегодня является компьютер. Но педагоги здесь вносят коррективы. Часто дети не хотят делать то, что не умеют. Поэтому задача номер один – научить ребенка делать что-то своими руками. А потом его уже самого за уши не оттащишь. Несмотря на плотный график к подготовке праздника, ребята подошли с энтузиазмом. И здесь еще большой вопрос – кому пришлось тяжелее – педагогам или их ученикам? Когда мы утром встречаемся, несмотря на то, что план вывешенный, ребята его обсуждали очень активно, тем не менее они говорят, а что сегодня будет новенького. И поэтому нам, в общем-то, все время хочется быть тоже на уровне. Пришли на школьный праздник жители соседних домов, так что получился настоящий праздник микрорайона. А ребятам расслабляться негде. Уже в этот четверг они представят на суд зрителей новую программу, на подготовку которой у школьников есть всего лишь два дня. Евгения Власюк, Алексей Гавшин, телекомпания Обнинск ТВ. С 5 по 8 июня по всей России прошел автопробег. Эта акция нацелена на то, чтобы объяснить – гуманное отношение к животным – единственно правильный выход. Одной из точек маршрута зоозащитников стал Обнинск. Сегодняшний автопробег проходит под девизом «Стерилизация еда, убийством нет». Это всероссийское мероприятие, которое началось 5 июня по всей стране и по различным регионам. Вот в течение трех дней этот пробег проходит. В России проблема бродячих животных особенно обострилась в последние годы. Численность кошек, которые гуляют сами по себе, и бездомных собак вышла из-под контроля. Они часто образуют целые стаи на окраинах городов. Повлиять на поведение этих животных не удается никакими методами, ведь правила человеческого общества на них не распространяются. Животные, собаки, кошки не подчиняются нашим указам, они подчиняются биологическим законам. Биологический закон говорит всегда одно – если тебя истребляют, плодись и размножайся как можно быстрее, что они и делают. Для решения этой проблемы применяют два метода – отлов и последующую стерилизацию или истребление. По мнению зоозащитников, второй способ не только неэтичен, но опасен и неэффективен. В качестве примера волонтеры Центра «Новый ковчег» приводят успешный опыт Европы и США. В западных странах бродячую собаку, наверное, сложнее увидеть, чем инопланетянина. Нам, собственно, веносипед изобретать не нужно, нам нужно взять чужой опыт. В поддержку девиза «Стерилизации да, убийству нет» колонии присоединилось немало автолюбителей. По итогам акции зоозащитники собираются передать собранные подписи и оформленное обращение в правительство страны. Хоккейный турнир на призы одной из известных в городе радиостанции вступил в завершающую стадию. Для определения победителей предварительного этапа командам предстоит сыграть еще по одной игре. Эти матчи состоятся в предстоящие выходные. А с результатами предыдущих туров вас познакомит наш спортивный обозреватель Николай Хночков. Центральной игрой очередного тура предварительного этапа «Розыши Кубка Радия» стала встреча хоккеистов Медени и Обнинска. Игроки поразили болельщиков своей результативностью. 21 гол за матч. Уступать никто не хотел, но удача в этот день благоволила к хозяевам площадки. 11-10 Обнинск вырывает победу и возглавляет с шестью очками турнирную таблицу. По четыре у Медени и Жуковского маршала. За счет победы в очной встрече Медень на ступеньку выше. Серпуховская стрела, два очка и замыкает список нарфаминские фубры, проигравшие все игры. В другой группе, оспаривающей малый кубок турнира, участвует шесть команд. Но введение, предложенное областной федерацией хоккея, у ветеранов пользуется полярностью. Малый кубок, я думаю, что его проведение, оно логичное. Для того, чтобы команд более, где-то уровень которых послабже, чтобы у них была своя какая-то интрига. И им было интереснее играть между собой. То же самое мы сделали сейчас в детском хоккее. Мы золотую шайбу отделили от дюж, которые имеют ледовые дворцы. Для того, чтобы нашим муниципалитетам, регионам, районам, которые не имеют ледовых дворцов, было интересно между собой играть. Школы играют между собой. Лидерство во второй группе пока у хоккеистов Боровского района. Следом идет обминская команда под названием «Бегемот». 13 июня состоится очный поединок, который определит расстановку мест по итогам предварительного этапа. 12 июня в Огнинском Олимпе в 13.00 состоится встреча хоккейного клуба «Огнинск» с Жуковским маршалом. В этот же день в 15.30 «Медынь» играет с нарфаминскими фугарами. Финал турнира в воскресенье 14 июня. Николай Хначко, Алексей Гавшин, телекомпания «Огнинск ТВ». И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. Сейчас короткий рекламный блок и прогноз погоды на ближайшие сутки. А мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова